Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь восемьдесят девятая. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Евангелие от Матфея, двадцать шестая глава, восьмой стих. Первое время христиан было временем чудес, потому что тогда они следовали велению своего сердца. Одному апостолу внутренний голос сказал, иди в языческую страну и проповедуй там. Он не стал подсчитывать расходы, не спрашивал, грозит ли его жизни опасность и будет ли он иметь успех. Он пошел и сделал то, к чему призывало его сердце. От другого потребовали, раздай все, что имеешь. И христианин пошел и отдал все в общую кассу. Ему и в голову не пришло спрашивать, входит ли это в его обязанности. Нет, сердце толкало его на этот шаг, и он немедленно сделал это. Мы, дети нашего века, попали на проторенные пути и застыли в традициях. Мы слишком легко делаем то, что делают другие, Довольствуемся их курсом и только формально выполняем наши, так называемые, христианские обязанности. Совсем иначе поступила Мария, оставив без внимания всякие формы и поступая так, как велело ей сердце. Она сделала это исключительно для самого Господа Иисуса. Почему она не продала мир или драгоценное нардовое масло и не раздала деньги бедным? Может быть, она подумала, я люблю бедных и готова всегда помогать им, но сейчас я хочу сделать что-то лично для моего Господа. В этом заключалась действительная красота любвеобильного поступка Марии. Она знала, что обязана ему всем, что имеет. Ведь это он простил ей грехи. Он был ее надеждой, ее радостью. Он был для нее все. Ей хотелось что-нибудь подарить любимому Господу. Она не могла довольствоваться лишь тем, что положит что-то в мешок для сбора пожертвований. Она должна была пойти и вылить масло прямо ему на голову. Мария не была бы удовлетворена, если бы Петр, Иаков или Иоанн получили бы часть от этого масла. Нет, весь сосуд был предназначен только для Иисуса. Пусть другие считают ее поступок расточительством, Мария знала, что это не расточительство.